Встреча с губернатором, который сегодня подвел итог 2019 года, сложный год был, выборный год, говорит о том, что точно нельзя расслабляться. И цифры, которые сегодня показывают областной бюджет, рекордные цифры по доходам, сегодня не позволяют расслабляться и останавливаться. Нужно двигаться вперед, потому что, несмотря на то, что мы видим в отчетах, в бюджете, в программах, которые реализуются в социальных, мы все равно понимаем, что слишком долго, десятилетиями, можно сказать, ничего не делалось. Не делались ремонты в больницах, не делалась система здравоохранения, про которую мы сегодня говорим, но отсутствует она, отсутствовала она. И поэтому то, что было заложено 5-4 года назад, сегодня мы получаем первые результаты, первые плоды, естественно, вот такие цифры в бюджете. Но теперь нужно понимать, что нам нужно на 10 лет вперед смотреть, поэтому и бюджет сегодня рассматривался на 3-х летний период. Это говорит о том, что мы как раз приступили к системной работе. И я считаю, что этот позитивный настрой на будущее и те задачи, которые стоят сегодня перед областью, в первую очередь, естественно, это восстановить свой промышленный потенциал. Мы сегодня беседовали на тему предприятий, которые сегодня, можно сказать, уже работают в рабочем режиме, хотя вчера еще они не стагнировали, а уже были на грани остановки. Сегодня это очень хороший сигнал для того, чтобы все-таки в Волгоградскую область приходили инвестиции, для того, чтобы мы понимали, что здесь не для галочки делаются те программы, заложенные, которые сегодня в том числе мы рассматривали, это льготы по налогам на инвестиционную деятельность. Это очень важно. Когда будет у нас экономика, когда у нас будет достаточный бюджет, будет улучшение, которое почувствует каждый житель нашего региона, каждый волгоградец. Погу сказать, как руководитель комиссии по национальным проектам, что именно в рамках национальных проектов и была систематизирована эта работа. И именно эти средства, которые 2 миллиарда рублей дополнительных инвестиций, которые получила Волгоградская область, бюджет Волгоградской области, и которые будут направлены как раз в рамках национальных проектов, и помогают сегодня достучаться до каждой проблемы, решить ее и сделать так, чтобы не по мере поступления, а мы понимаем, что в комплексе мы решаем отраслевые проблемы. Здравоохранение, демографии, сельского хозяйства, промышленности, образование. И тогда, я считаю, что можно говорить о каких-то результатах, к которым мы можем спокойно выходить к людям и сообщать, что да, мы выполнили свою работу, мы выполнили свои обязанности и те обещания, которые давали в выборный год, в выборный период.